Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 27 августа, день Михея. Память святого пророка Михея жил во дне святого пророка Илии. В это время потомки 12 сынов Иакова разделились на два царства. Одно называлось царством иудейским, в составе уходили колено Иудова и Вениаминова, а столицы был Иерусалим. Другое называлось Израилевым и включало в себе остальные 10 колен еврейского народа, а столицей была Самария. Михей обличал правителей и предсказывал поражение Объединенного Израильского войска. Сегодня завершается Успенский пост. Наступает пора мясоеда, периода, когда по церковному уставу разрешена мясная пища. Обычно это время после какого-либо поста. С сегодняшнего дня начинали играть свадьбы, ведь Успенский пост завершен. А Михеев день – последняя возможность юноши в этом году посвататься к понравившейся девушке. Сегодня давали дань благодарности каменщикам. Считали, что Михей покровительствует желающим приобрести жилище. В этот день обычно дули ветры, поэтому и прозвище дали ему Михея Тиховея. Наблюдали за ветром и предсказывали погоду на ближайшие дни. Приметы. На Михея Тиховея дуют ветры, Тиховей – к сухой осени. На Михея – буря, к ненастному сентябрю. Журавли сегодня улетают в теплые края. В середине октября месяца могут ударить морозы. И если журавли не собираются в теплые края, зима наступит не слишком скоро. Можно пробовать? Ну-ка попробуйте. А я бы сметанкой, нет? Сметанкой? Или нельзя? Сейчас. Мне кажется, что вот прямо она сюда так традиционно бросится. Так, вот она, сметанка подошла. Ну, в плане питательности, это, мне кажется, простительный компонент животных. Ну, можно, я не возражаю. Ну, при здоровом пищеварении, конечно, безусловно. Сокненькие. Вкусно. Насчет привычек. Сначала, как вам котлетка? Вы знаете, возможно, ну, мои пожелания не совсем здоровые, но для удовольствия я бы все-таки посолил еще. Слушай, а если бы мы немножечко меда добавим? Я бы соевого соуса добавил. Соевого соуса. А давайте попробуем. Ну, мне кажется, что он решит эти проблемы сразу. Меда можно. Добавим немножко меда. Давайте попробуем. Двинуться в другую сторону. Мед со сметаной. Можно мед со сметаной? Ну, можно. Знаете, я очень люблю самые любимые блины с медом и со сметаной. Правда. Ну, как сейчас? Он все вкусно, но это уже к чаю. Это уже к чаю. Даже чеснок не мешать. Есть чеснок, да? Есть чеснок. В Прибалтике кушают варенье из чеснока. Там это традиционное блюдо. Варенье из чеснока добавляют во многие блюда. По поводу привычек к Держхару. Давайте. Получается, что привычки размещены в разных портах. И поэтому изменить их вот так сознательно, типа я хочу и я меняю, достаточно труднительно. Потому что между коммуникацией между ними нет. Здесь есть одно интересное наблюдение, которое сильно противоречит тому, что нам обычно рассказывают. Вот в чем оно стоит. Обычно, особенно это любят рассказывать во всяких глянцевых книжках, которые продают в отделах бизнес-книжек. Типа Дейла Карнеги. Садайся целью, дай в одну точку, стремись и добьешься. Наука психологии довольно молодая, но ей лет 150. И поэтому в ней не очень много таких общепризнанных каких-то вещей. Ограниченное количество. Можно? Очень вкусно. Но есть некоторое количество все-таки признанных. Одна из таких совершенно признанных вещей – это теория мотивации Еркса. Она была предложена еще в 1907 году в книге «Танцующая мышь». Так называемая кривая мотивация. Для того, чтобы чего-то добиться, нужна оптимальная мотивация. Не маленькая, не большая. Не маленькая, не большая, а средняя. Если она недостаточная, то результата будет мало. Если она избыточная, то результата тоже будет мало. Соответственно, для того, чтобы что-то изменить, что-то добиться, надо перестать этого хотеть прямо вот сумасшедше. Надо свое желание как-то умерить, перевести в какую-то плоскость разумного объема желания. И это поможет изменить что бы то ни было. Когда человек безумно что-нибудь хочет, он безумно, очень к чему-нибудь стремится. Это мешает ему добиться этой самой цели, как-то непрадоксальной. Причем это, повторяю, фундаментальный закон работы психики. Вот. Еще хотят, Лидко, можно? Можно. Кушайте. Так вот. Вот этот рецепт наших оттеток вы видели очень прост. Надо перемолоть проросшую пшеницу как можно на более мелкой ситочке. Она тогда сама клеится, как вы видели. Я ничего туда не добавлял. Ни муки, ни яйца. Вот. Немножечко для вкуса я добавил чесночка. Но можно его и не добавлять. Можно потом с чесночком там сверху потереть. Вот. Далее. Я поджарю. Просто она просто, вот смотрите, у нас подрумянивается. Подрумянивается и все. В середине... Хрустящая. Да, хрустящая в середине. Она сырая. Теплая. То есть в середине все ферменты, все витамины группы В сохранены. И вот когда мы поедаем их, получается вкусно, полезно и очень хорошо действует, если что-то у нас ушиблено и особенно уполомано. Вот эти вот метальные факторы, которые идут там в рост зерна, они способствуют быстрому заживлению, сращению различных переломов. И очень сытно, я бы сказал. Так вот, наше блюдо, которое мы сделали, котлетки из прорушившей пшенистки, может есть фактически любой человек. Взрослый, ребенок. Для ребенка, значит, метка добавьте, великолепно пойдет. Для взрослого чесночка, сметанки, чтобы было там вкуснее, сытнее. Но не сами по себе, они немножечко уже сладенькие становятся. Вот, прекрасно сращиваются кости, прекрасно возрастает потенция у мужчин и женщин. Прекрасно вообще, общее идет укрепление организма и, естественно, работает кишечник великолепно. Поэтому, особенно вот в это время года, это блюдо является наилучшим для того, чтобы сохранить все жизненные силы. А спасибо мне. Спасибо большое за участие в передаче. Спасибо, Геннадий Петрович. Вкусненько, да? Понравилось. Ну, пока отмерка тебе попробуйте вы. Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 26-е лунные сутки. Второй день Икадаши. Энергетика этих лунных суток мощная, возбуждающая. Именно поэтому этот день считается критическим. Ни в коем случае сегодня нельзя сосредотачиваться на повседневных заботах. Лучше всего эту огромную энергетику направят на свое созидание. Например, на 24-х, либо 36-ти часовой голод. Пусть оно обновит и очистит тело. А осознание успокоит. Кстати, сегодня сторонитесь суетливых, мелочных людей. Иначе они могут втянуть вас в ненужные разборки и испортить настроение. Что касается физической новороски, то она должна быть спокойная и приятная. Погуляйте с приятным для вас человеком. Пообщайтесь. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok